В Карачаево-Черкесии теперь он имеет прямое отношение. Сегодня день рождения отмечает российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который целый месяц провел в Тиберде на сборах. Как у известного спортсмена проходил день в курортном городе и что ему особо запомнилось, расскажет Алла Качиева. На его счету в ММА 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. Александр Емельяненко в ближайшее время ждут еще три боя. Сборы на этот раз именитого спортсмена проходят в Карачаево-Черкесии по инициативе его менеджера Азамата Вастанова. Впервые приехал сюда, поднялся в высокогорье. Проживаем в санатории Озона. Очень все нравится, все устраивает. И погодные условия, и место пребывания. Здесь считается высота высокогорья. Потом на равнину спущусь, буду еще лучше себя чувствовать. Санаторий Озон стал местом отдыха и одновременно восстановления Александра. Боец постепенно приходит в хорошую физическую форму. Активно тренируется. Сейчас будет тренировка. Я буду сейчас бросать камни, потому что у меня три ближайших боя будут по правилам бокса. Буду тренировать плечевой пояс, ударную технику ставить. А чему это способствует? Силе удара, скорости удара. А еще Емельяненко-младший скорректировал питание. Хотя соблазн очень большой. Здесь впервые я попробовал черного барана. Намного вкуснее черный баран, чем обычный. К сожалению, в меню спортсмена нет местного деликатеса. Но зато есть пресловутая тибердинская капуста. Александру также по вкусу айран. Но целебный напиток тоже он употребляет в ограниченном количестве. Режим есть режим. А он у него строгий. Завтрак, процедуры, тренировка. Потом обед, сон, час. Вечерняя тренировка. Ужин. И немножко времени остается для того, чтобы пообщаться с родными, с близкими, с друзьями. И природа красивая, и люди приветливые, и погодные условия шикарные, признается Александр Емельяненко. Тем более, озон расположен вблизи джамагатских нарзанов, в окружении голубых ели и пихт. Здесь можно побродить по теренкуру и полежать в гамаке. То, что тибердоэкологически чистая озона, подтверждают и другие гости санатория. Здесь очень замечательное, магическое, волшебное место с замечательной природой. Отличные санатории, отличные процедуры. Есть где погулять, речка рядом. Все здорово. Здесь особые климатические условия. Можно прекрасно отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями республики, местными обычаями и традициями. А самое главное – восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции. У нас произрастает очень много голубой ели. Не секрет ни для кого, что голубая ель, вообще ель, она очень помогает, немаловажный фактор оказывает на дыхание, на восстановление. И самое главное из всего этого, можно сказать, что лечебная база есть во многих санаториях, но самое главное – это наш воздух, это наша природа, это красота. Не только с хорошей физической подготовкой, положительными эмоциями, незабываемыми впечатлениями от курорта пойдет Александр Емельяненко на встречу к очередным победам. Вместе с тем спортсмену будут придавать силы и уверенность на боях друзья и одновременно болельщики, которых он приобрел в нашей республике. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Тиберда.